В Counter-Strike 2 вышло обновление, где сами разработчики сказали, что они добавили только новые карты Anubis и Ancient, их, конечно, мы тоже посмотрим. Но вместе с этим они спалили огромное количество инфы и, например, добавили такие фишки, как, например, вот это. Так, всё, больше ничего палить не буду, так же скажу, да, то, увы, это CS2, про новую систему звания, в общем, всё, что слили. Ну и сами новые карты, естественно, заценим. Но ты не забывай ставить лайк и же подписываться на канал, не зря я сейчас сижу ночью, этот вам ролик записываю. Ну и не забывай, что у нас сейчас идёт розырш трёх ножей в нашем стилайтном проекте Buff Light, где ты можешь выполнить свой баланс в китайской торговой площадке Buff 163, только через нас, и покупать абсолютно любые скины гораздо дешевле, чем на любой торговой площадке. Ссылка на розырш в описании, так что, залетай, а мы погнали заходить сразу в CS2. Мы в CS2, и, как видите, фон поменялся на Anubis. Если мы нажмём «Играть», то в соревновательном опуле у нас только Anubis, а во всех остальных Anubis и Ancient. Хотя довольно странно, что наоборот должен как-то Anubis быть соревнователем, потому что Anubis такая новая карта, её меньше играет, больше, наверное, Anubis стоит протостить. Хотя, может, там много чего поменяли, поэтому я предлагаю Anubis уже проверить чуть-чуть позже. Мы запустим там катку в ММИ и первое ощущение посмотрим. Но Anubis изучить чуть-чуть подробнее именно на локальном сервере, потому что в подборе игры, мне кажется, сейчас упадёт мне Anubis. А я на него пока что смотреть не хочу, поэтому погнали. Тренировочка Anubis, смотрим, что поменяли. Так, мы заспавнились, и первое, что я хочу сказать, очень ярко. И что это за коробки? Их тут не было, подождите. То есть теперь вот этот дурацкий угол нельзя занять. То есть может человек нормально спокойно вот так распикивать. И вот этот угол, конечно, немного неприятный, но хотя бы ты не так открываешься под другие углы. Так, а на вот эти коробки можно залезть? В теории даже, если я возьму. Оп. Не, на эти коробки, слава богу, нельзя залезть, потому что в одном бы случае пришлось бы сразу две позиции чекать. Нормально. Так, в принципе, углы здесь не особо-то поменяли. Какая же теперь яркая карта? Не знаю, зелёный цвет был супер вырвиглазный именно там. Нифига, тут как-то нычку эту расширили, она стала гораздо глубже, если не ошибаюсь. Я не особо много играю, но пока нормально. Тут какая-то лампа как будто из Майнкрафта стоит. Также абсолютно можно тут прятаться. О, вот это, кстати, приятно. То, что в этот угол ты либо вот так стоишь, у тебя видны какие-нибудь ноги, либо же забираешься прямо наверх. То есть как-то вот так вот петля, типа резким пиком, не получится. Приходится запрыгивать. Прикольно, мне это нравится. Тут же особо ничего не поменяли. Как же она выглядит классно, ёпара СТ. О, водичка грязная, прям с оверпасса. Что, тоже тут всё вот это, грязюку можно так мотать, мотать, и она восстанавливается, да? Да, болотная жижа вернулась, наша любимая. Но самое интересное, какая вода будет на Анубисе, потому что на Анубисе по слитым скринам там очень красиво. Но пока что жижа смешная. Что у нас дальше? Выход в сторону А-сайта у нас, в принципе, никак не поменялся. Вот эта территория, она стала, мне кажется, здесь более заметной. Не такая прям супер зелёная. Здесь не будет так сливаться Т-шник. Точнее, КТ-шник, который будет с зелёным скином. Выходим, бэмс, бэмс, ничего не поменяли. Так же здесь можно ходить, здесь также есть нычка. А вот бубль стал очень ярким, потому что выселивать КТ-шника с тёмным скином было практически нереально. Не, освещение очень хорошо бахнуло, теперь можно гораздо легче всё чекать. И так же можно вот эти штуки здесь забираться, чтобы пикать. Нормально, удобно. А-сайд, такое ощущение, что эти коробки стали повыше, по идее, теперь нельзя будет вот так вот сесть и раздефать. За это плюс реп. Так, проверим, можно ли в соло запуститься на клумбу сверху. А ну-ка, подождите. Неужели знак выше сделали? Да ну, они закрыли соло буст сюда. Да, я не верю. Да, всё, на этот знак нельзя залезть, чтобы можно было вот сюда в соло залезть. Вот это реально плюс реп. Штаны, кстати, тоже никак не поменяли. В принципе, тут такие же дурацкие углы, которые я ненавижу. А за этими коробками также можно прятаться. Также забираться и снайпить челов. Удобненько. Тут тоже гораздо ярче. Вот хорошо, что они везде вот эти поставили прожекторы. И теперь реально очень тёмных противников гораздо проще замечать. Просто вот, наконец-то, тест-то настало более сильный здесь. Ну, или хотя бы забаланшенный. И, в принципе, примерно так поменяли эншет. Просто сделали карту ярче и добавили пару коробок вот сюда. В принципе, на этом всё. И выглядит это реально классно. Мне пока что очень нравится. Также вместе с выходом обновления очень много чего слили. Во-первых, гейб фолловер слил вот такой вот скриншот. Где отчётливо видно, что будут добавлены в премьер матчмейкинг, это тот матчмейкинг, где можно было пикать карты, соревновательные сезоны. Где будет определённый список лучших игроков со всего мира. И там есть такие параметры, как кд, глобал, процент. Я не очень понимаю, что это. Но первое, о чём мне приходит в голову, это процент своего звания глобал. Если достиг максимума, дальше у тебя как-то в процентах повышается он. То теперь глобал будет не по толком. Но пока ещё непонятно. Дальше, кс рейтинг. Первое, о чём я подумал, это на самом деле добавили элла. Но, как оказалось, слили уже скриншот того, как будет выглядеть премьер матчмейкинг. Это просто будет, скорее всего, не точно, в типах ЛТВ рейтинга. То есть там 1.3, если вы просто стабильно играете. А не то, что вы типа вырыли, у вас он прибавился. Нет, это не будет так работать. Небольшой апдейт в 52 часа. Всё-таки кс рейтинг, это будет своего рода элла. Она будет работать только в премьер режиме. И начинается будет от 0 до 35. Вот так, кстати, выглядят вот различные ранги. То есть вот, допустим, на единичке она серая. А когда у вас больше 30, уже золотой. И цвет повышается каждые вот 5 чисел полных. Но при этом Гейпфалоро упомянул, что это только маленькое изменение в системе матчмейкинга. И планируется реально изменение системы званий. Когда это будет, он ещё не сообщил. Ждём дальнейшей информации. А также теперь понятно плюс-минус, когда выйдет кс 2 полноценно, с доступом для всех. И тем самым кс го удалится. В основном в соревновательном мапуле находится 7 карт. Именно там, где играются все турниры. И как бы их обитает, нужно протестировать. И вот какие из них уже протестили в кс 2. Это Мираж, Оверпасс, Нюк, Вертига. Сейчас тестим Эншент. А Нубис. И осталась последняя карта. Это Инферно. И причём она самая красивая. Даже красивее Оверпасса. По всем сливам. А также трейлеру. Вот вам, кстати, парочка скриншотов Инферно у вас сейчас на экранах. Если что, это ещё давно позит в своём ТГ-канале. Поэтому стоит на ТГ-канале подписаться. Там ещё часто розыгрыши. И в среднем в кс 2 карты тестят примерно 2-3 недели. Соответственно, поэтому кс 2 скорее всего либо выйдет в 20-х числах апреля вместе с картой Инферно. И уже в общем будут её тестить. Либо же Инферно мы протестим отдельно. И в таком случае кс 2 полноценно выйдет примерно в 15-20-х числах сентября. Это вот вам конкретные даты. Вот я предлагаю зайти в матч-мэйтинг. Поиграть на Анубисе. Посмотреть, что там поменяли. Стало ли лучше. И узнать вообще мнение игроков, как там. Даже поменяли ещё пару механик. Там сказали, что курица теперь умеет плавать. Поэтому мы тоже это протестим. Кстати, кс 2 будет уже примерно через полтора месяца. И к нему стоит подготовиться и обновить свой инвентарчик. И лучшим способом для этого это будет скин с Манки. Скин с Манки это проект, на котором ты можешь обменять свои скины. Либо же купить по очень сочным ценам. У меня вот здесь как раз два лишних скина на агента. Давайте их добавим в трейд. Кс 2 я хочу себе какой-нибудь крутой калашик. И получить прямо сейчас. Убираю здесь фильтры. Здесь, кстати, огромный банк скинов. И вот как раз в мой бюджет подходит калаш Легиона Анубиса. Он очень ярко светится в кс 2. Но при тем, как сделать трейд, нужно обязательно ввести промокод. Вводу кнопочка бонус на 5 долларов. Жмем сюда. Здесь будем промокод BRILL. Получаем бонус. И бонус к этому трейду я могу получить до 5 долларов. Поэтому обмениваем. Трейд просто моментальнейший пришел. Принимаем. И новый кискинчик у меня уже в игре. Какой же он красивый. Ну а если вдруг нет скинов для обмена. Просто же будешь пополнить баланс. Вводишь промокод BRILL. И получаешь плюс 35% бонуса пополнения. Пополняешь на 10 долларов. Получаешь 13,5. Покупать здесь скины очень выгодно. Также заглядывай на вкладочку ништяки, где ты можешь получить бесплатный баланс. А также есть розыгрыш ежедневный, еженедельный и ежемесячный. Поэтому ссылочку на скидсмалки я оставлю в описании. Там же будет промокод BRILL, который ты можешь ввести и получить до 5 долларов к своему первому трейду. Так, новое меню закупки. Ну я тупо арморчик куплю. Хочу посмотреть на новую воду. Потому что то, что мы пока что видели, это на оверпассе грязная вода. На инжесе тоже грязная вода. На анубисе обязана быть чистая. Потому что если там опять грязная вода, я этого не стерплю. Она чистенькая. Она чистенькая. Вы на неё. Ой, а как в бассейне, вы посмотрите. О, нормально ты мне ставишь. Я ещё видел клип того, что... Ох, ни хрена тут ярко. Короче, видел то, что если кинуть молик в воду, которая вот именно со стороны этой спавна, там молик, смотри, тушится, типа в воде не горит. И посмотрите, какое тут освещение. Тут фонтан добавили. Тут за столбом фонтан теперь. И водичка плавает, если мне не показалось. Ладно, чуть позже посмотрю, а то я там не успел увидеть. Коннедр стал светлым. Но почему-то именно вот эта нычка, она очень тёмная сейчас была. Так, вот этого я забираю. Можно приручить на букву Е. Если вдруг кто не знал из новичков КС. Убили? Ай! Меня мой убил! Я хотел курицу загнать в воду. Так, ты. Приучись. Всё, приручил, за мной. Так как ты не умерешь? Прямо по тебе стреляю. Какая-то стрельба в КС-2 неприятная. Либо это просто потому, что у меня графика на максималках. Чтобы вам всю красоту показать. И тупо вот тут прям в центр воды кину. Нет, так что если вдруг где-то видели то, что вода теперь горит. Это всё фейк. Куда пропали? Ох! Реально плавают! И посмотрите, три курочки плавают. Ну так, конечно. Они просто типа как-то бегают внутри воды. Но хотя бы не по воде. Уже лучше. Так, я могу дроблю. Сейчас сказал, можно бомбу теперь рассмаривать. Реально! А почему об этом не написали? Вы смотрите! Ну, what the fuck? Так, ладно, я хочу зайти на Апленд. И посмотреть, что там-то как. Ладно, хоть позиции не особо меняли. Потому что пока что, кроме того, что тут добавили воду, я никаких кардинальных изменений. Условно, там коробки поставили. Ой, тихо. На, получай. И тут реально водичка. Ну, блин. Капец, у меня малый фпс, когда я в него так плескаюсь. Но выглядит это очень классно. Всё, на, зашли. Ну, А тоже какой-то тёмный именно в середине сайта. Вот половина сайта почему-то очень пустая. Я не понимаю, зачем Valve это сделали? Везде сделали классное освещение, кроме плантов. Фига он молик закрутил, он так крутился. Так, я только что на секундочку открыл тикток и увидел, что у бомбы есть редкая анимация. Я её хочу получить. Её типа можно на пальце крутить, я не знаю. Это что за хрень, я в Валоранте? Какой звук, когда я убиваю, вы слышите? Ребята, вопросы, вопросы! Нет, просто послушайте, я на шифте сейчас спускаюсь в воду. Послушайте, как это громко. Но это невозможно даже на шифте услышать. Просто забейте. Нет, теперь вода стала очень громкой. Капец, курочка плавает. Всё, фук, доиграли. Господи. Ну, что могу в итоге сказать, кстати? На первом месте я закончил Анубис имба. В итоге могу сказать, что на самом деле новая Анубис особо ничего не поменялась. Только нужно починить свет на А и Б сайте. В некоторых визах слишком темно. Но во всём остальном это выглядит реально очень круто. Ну и вот эта анимация на бомбу просто... Ну и так же ждём выход КС-2 примерно либо в конце августа, либо в середине сентября.